Всем здарова народ, вы на канале Арти и случилось страшное. Нам показали обновление 7.10. Об этих изменениях мы поговорим в отдельном видео, но нам показали наконец-то реворгнутого Локи. Некоторые его обилки были переделаны, мы сейчас об этом поговорим, все это посмотрим. И естественно я буду ждать в комментариях к этому видео ваше мнение по поводу переделанного Локи. Сначала я думаю мы рассмотрим в принципе его обилки, а потом уже будем делать какие-то выводы. Итак, из общего, первый удар Локи из цепочки базовых атак теперь наносит 100% урона вместо 80. Ну мы понимаем, да, к чему это все ведет. Пассивная способность. Способность сзади теперь по-новому взаимодействует с мучительными ведениями и шквальной атакой. Далее единица, исчезновение. Теперь Локи будет переходить в состояние скрытности быстро, но не мгновенно. Получив урон, он раскрывается на 0.33 целых секунды. Отрегулирован звук этой способности. Скрытность дружественного Локи стала чуть тише. У скрытности вражеского Локи появился дополнительный звуковой эффект смех. Но нас это не интересует, нас естественно не интересует как это все будет выглядеть у нас именно в рангет играх, там где двух Локи не будет. Собственно сама обилка сейчас на вашем экране, насколько вы видите. Да, теперь получая урон, он на некоторое время будет становиться видимым. Забавно. Далее дикой, приманка. Способность приманка заменена на мучительное ведение. Локи на 4 секунды призывает в выбранной области ведение своего мучительного прошлого. Враги в этой области получают урон и наносят меньше урона. Эффект суммируется до 4 раз. Пораженный четырьмя зарядами враг слепнет на 3 секунды, что позволяет Локи нанести ему урон в спину с любого направления. Что это может для нас означать? А это может означать то, что мучительное ведение, то есть наша двойка, некогда была дикоем, которая теперь будет участвовать также в файтах. Раньше только виртуозы своего дела на Локи кидали дикой и под него делали 100 мультой, чтобы дикой тоже нанес урон. Но чаще всего способность была только для фарма. Сейчас же она наносит урон, ослабляет урон врагов, еще и ослепляет. То есть, блин, ну в любом случае эта обилка будет использоваться в файтах. Это очень круто. Прицельный удар, наша тройка, была заменена на шквальную атаку. Локи быстро наносит перед собой 5 шквальных ударов кинжалами, поражая врагов. А затем финальный удар, который наносит врагам большой урон и замедляет их. Та самая способность, которая в моем предыдущем ролике названа была багом, и мы все думали, что это баг, оказалась правдой. Это действительно шквальная атака, новая способность, которой Локи сможет гораздо лучше зачищать джангл. Ну и вы все понимаете, к чему я веду. То есть, Локи становится полноценным ассасином убийцей, который может фармить джангл. Может фармить джангл так, как не фармил его раньше. Раньше это все-таки был соло-лайнер. Далее убийство. Ультимативная способность. Ее изменили существенно. После активации Локи телепортируется в выбранную область. Если в радиусе приземления есть вражеский бок, Локи наносит ему урон и парализует его на одну секунду. После телепортации он проводит тяжелую атаку, которая наносит урон всем врагам перед ним и оглуша их. Это то же самое, что мы видели в моем предыдущем видео про Локи. То есть теперь, как мы понимаем, мы можем ошибиться. Не нанося урон самой ультимативной способностью, но потом дать оглушение второй фазой нашей ультимативной способности. Это очень круто, потому что она нанесет и урон, и даст оглушение. Соответственно, что мы можем делать? Мы можем ультить. Не попадать. Наносить урон и все равно оглушать, кидать под это все двойку, которая тоже будет наносить урон и дамажить новой третьей способностью. Комбинации уйма, на самом деле, как по мне, и реворк Локи очень-очень сильно оправдан. Все мы знаем, что это убийца, который не был убийцей по факту. Точнее, он не стоял на своей линии. Эдаким исключением был в смайте и стоял всегда только соло. Только лютые извращенцы, как по мне, брали его в джангл, потому что вы либо качали дикой, чтобы фармить джангл, но не могли убивать, либо качали тройку, чтобы убивать, но не качали дикой и тем самым не могли фармить джангл. Локи стал гораздо лучше. Реворк его очень-очень крутой. Поэтому я надеюсь на вашу активность под этим видео. Хотелось бы получить от вас комментарий, от вас оценку какую-то данному ролику и вообще, в принципе, реворку Локи. И также не забывайте, в моей группе ВК проходит сейчас розыгрыш. Розыгрыш боевого пропуска. И этот розыгрыш будет не один. Еще боевые пропуска будут разыграны на стриме. Поэтому подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу. И спасибо всем за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова